Тарелленд Лектор стоматологической ассоциации России, эксперт Росздравнадзора Ольга Бельтюкова. Ольга Васильевна, здравствуйте. Рада приветствовать вас в Биробиджане. Насколько мы знаем, вы приехали, чтобы выступать на конференции, посвященной профилактике детских и взрослых заболеваний. Интересно, с каким вопросом будете выступать вы? Ну, я буду рассказывать про свой любимый предмет, про детскую стоматологию. О том, какие проблемы затрагивает детская стоматология. И хотелось бы перевернуть немножко в сознании людей, что надо делать упор не на устранение уже имеющихся проблем, а на профилактику их. А какие проблемы в стоматологии чаще всего сейчас стоят и возникают? Всем известны кариесы его осложнения, травмы зубов, аномалии развития, заболевания слизистой оболочки полости рта. Вот об этом будем немножко разговаривать. Хотелось бы осознавать масштаб этих проблем, насколько они сейчас распространены и какова динамика в частоте их возникновения. Кариес и его осложнения – проблема очень распространенная. Она достигает 95% у детей 6-летнего возраста. Кариес начинает с появления первых зубов, иногда бывает поражает их сразу. То есть даже в возрасте одного года часть детей уже имеют кариес. 95% – это какой-то тотальный охват. В чем причина? Это инфекция – инфекционное заболевание, которое распространено очень широко. То есть мало того, что инфекция передается от человека к человеку, плюс еще и создаются такие условия, что эта инфекция способна там удержаться и развиваться. Поэтому нам хочется создать такие условия, чтобы эта инфекция не передавалась. И, соответственно, если вдруг так случилось, что попали эти микробы в рот кому-нибудь, чтобы условия для развития этой инфекции и нанесения вреда человеку были нехорошими, чтобы эта инфекция там не смогла прижиться. Эта инфекция, она изучена, известна, природа ее происхождения, как она к человеку, к маленькому попадает. Это можно как-то так популярно? От взрослых? Не зависит от питания никак. Я представил себе, что кариес – это что-то много сладкого, как-то так. Зависит. Ребенок, когда рождается, во-первых, он рождается со своей уже какой-то генетической базой. То есть ему достались, например, от природы, от родителей зубы более устойчивые, кому-то, может быть, менее устойчивые. Но кариеса на них нет. Ребенок рождается чистым. Мы, взрослые, у кого есть кариес в полости рта, со своей слюной, облизав соску, пустышку, ложку, например, способны передать маленькому ребенку своих микробов. И дальше этот микроб попадает в полость рта. В полость рта 37 градусов круглый год, влажно, и плюс присутствует еда. Напоминает условия морского курорта. Идеальные. Да. Поэтому если мы хотя бы с вами создадим этим микробом кариозным не такие комфортные условия, как минимум ограничим хотя бы еду этим микробом, то вполне может быть, что эта инфекция там не будет дальше развиваться, и кариес у ребенка будет предотвращен или хотя бы вылечен и дальше не появится. Ну, насколько я уже сейчас успел, сумел понять, не облизываем ложечку перед тем, как ложечку за бабушку, ложечку за маму, да, остудить, и соски не облизываем, и зубки чистим. Я бы на шаг раньше еще посмотрела. Когда в семье ожидают, планируют рождение ребенка, нужно вылечить зубы сначала взрослым, чтобы передавать было нечего. Вот если уже у взрослых будет все хорошо во рту, то, соответственно, меньше шансов, что у ребенка появится такая же проблема. Ну, облизывать тоже, конечно, не нужно. Бывает иногда, что соску пустышку там уронили, родитель облизал и дал ребенку. Такого не должно быть. Ну, это как-то вот мне представляется традиционным, из поколения в поколение, родители все так делали, и динамика вот этого кариеса, она только в последние годы растет, а так-то вроде бы и не было его, да, вот там десятилетия назад, два, три, четыре, больше кариес встречался, но он так не лютовал, чтобы 95% молочнее охватить. А изменилась система питания у детей. Раньше не было такого изобилия легкоусваиваемых углеводов, фастфуда, перекусов, снеков и прочего. То есть сейчас в каждой семье есть какая-то вазочка там с конфетами, с печеньем, и в принципе ребенок в течение всего дня может потихоньку оттуда брать конфеты, печенье. А мы с вами в детстве, у нас этого не было. Утром убежали гулять, да, и вот как бы и не ели, пока мама не загонит пообедать. Вот, а сейчас не так. Сейчас маленький ребенок дома может что-то где-то там потихоньку, какие-то кусочки перебирать, или напитки, например. Очень распространены сейчас соки пакетированные, расфасованные в маленькие упаковки для детей, то есть ребенок может целый день, например, вот этот сок пить. Разницы-то нет, это еда, которую требуется жевать или которую требуется пить. Она же все равно имеет в своем составе какую-то калорийность, какие-то вкусовые свойства. То есть есть такое правило, все что не вода, все еда. Поэтому неважно, пьете вы целый день компот или вы едите печенье целый день. Разница лишь только в том, что компот не прилипнет к зубам, а печенье прилипнет. Но по идее это и то, и то корм для тех микробов, про которых мы начали с вами говорить. Поэтому, если, например, есть между приемами пищи, мы договорились, что не вода, все еда. Если мы договорились, что между приемами пищи есть промежутки, когда не поступает никакая еда, кроме воды питьевой, то система полостирта, она способна восстанавливаться. Там происходят биохимические процессы в полостирта, которые природой направлены на то, чтобы сохранить целостность зубов, зубной эмали. Наша слюна, она выполняет функцию жидкой эмали. И если позволить ей эту функцию выполнить, которая изначально заложена в организме, то, в принципе, кариес можно и не получить в полостирта. Наши бабушки, которые говорили, не кусочничай, в общем-то были правы. Да. 4-5 приемов пищи в день в свое время, а между ними ничего. И не надо нарушать этот баланс, который складывается во рту между приемами пищи. Правило понятное, наверное, кому-то будет не просто его придерживаться, но придерживаться стоит. А еще вы нам порекомендовали бы, какие вот методы профилактики, чтобы все-таки этот кариес не заполучить? Ну, самый известный, я Америке здесь не открою, чистить зубы. А ополаскивать или различные жевательные резинки? Вот хотя бы чистить зубы, уже это будет здорово, потому что, ну, не все выполняют эту рекомендацию. Несмотря на то, что обилие средств гигиены во всех магазинах и разных ценовых уровней, тем не менее, зубы чистят не все. Некоторые искренне считают, что они чистят зубы, по факту не чистят. То есть что-то делают щеткой, а чистки, собственно, нет. По поводу ополаскивателей, здесь индивидуально. Универсальной рекомендации не дам, потому что нужно смотреть состояние полости рта каждого и подобрать для него индивидуальные рекомендации. Самый универсальный ополаскиватель – питьевая вода. После еды сполосите рот водой. Великолепная привычка, если она вот прямо у человека приживется. Выступая на конференции, говоря, наверное, вот об этих моментах, какие вы хотели бы предложить все-таки стильнодействующие меры, методы, чтобы вот это сознание все-таки переломить, направить людей на мысли о профилактике, и не только на мысли, но и на практику. Выполнять это и делать. Наверное, так вы хотели бы выступление построить? Ну, во-первых, если человек знает и понимает, что профилактика в данном случае лучше, чем уже потом решение появившихся проблем, это уже хорошо. Она в любом случае лучше. Она лучше, но это нужно понимать. Об этом нужно задуматься. Если мы об этом с вами не задумываемся, то, наверное, пока не коснется серьезная проблема каждого человека, наверное, понимание не придет. Но ведь лучше не допускать до этого. Поэтому хотелось бы, чтобы про профилактику говорили и знали больше. Это, наверное, вот основное. Причем здесь я хочу призвать абсолютно всех. И медицинское сообщество. Не важно, какой специальности врач, главное, чтобы все врачи об этом задумывались и призывали к этому своих пациентов. И, соответственно, людей, которые либо сейчас уже являются пациентами, либо способны стать пациентами, когда у них какие-то возникнут проблемы. Поэтому вот все вместе, возможно, мы, понимая и стараясь в этом направлении что-то предпринимать, может быть, и сдвинем этот паровоз. Да, хотелось бы. Но, тем не менее, сейчас, пока мы так легкомысленно к профилактике относимся, многие из нас становятся пациентами. У вас в поликлинике какие научные, может быть, основы, принципы приняты, на которых вы строите свои методы работы? Что самое главное в вашей работе по работе с пациентами? Какой подход? Ну, вот профилактика. Мы стараемся уделять этому достаточно много внимания. И мы, наши врачи-стоматологи детские, у нас 22 стоматолога в клинике, они стараются сразу родителям объяснить о том, что профилактика важна. И ребенка приводить стылью профилактики к доктору регулярно – это хорошее, это модная привычка, это хороший тон, и это правильно. Когда надо в первый раз прийти? В месяц. Что в месяц делать у стоматолога? Поверьте, стоматолог найдет, что сказать родителям, пожелать какие-то, дать ценные рекомендации, пожелать здоровья ребенку. Потому что все мы хотим встречаться и говорить, как здорово, какой ты молодец, у тебя все хорошо. Может быть, в месяц зубок еще нет, но уже есть лицевые мышцы, формируется прикус, это все уже можно наблюдать и влиять на это с целью правильного развития дальнейшего. Месяц – это как раз тот возраст, когда можно не допустить. Если родители будут следовать советам, которые даст врач-стоматолог, то, возможно, у ребенка не будет проблем, не будет кариеса и его осложнений, не будет патологии прикуса, и ребенок будет расти счастливым и здоровым. А после месяца как часто наблюдаться и насколько разумно часто бывать у стоматолога? Если вопросов не возникает к стоматологу, то я бы рекомендовала в следующий раз появиться в возрасте одного года, когда у ребенка начали пролезываться зубы и начинает формироваться прикус. То есть показать, рассказать, что уже сейчас родители знают о профилактике кариеса, как начали ухаживать за зубами. Рекомендуется с первого зуба начинать ухаживать за ними уже. И, соответственно, стоматолог может дать какие-то еще другие рекомендации и дальше опять продолжаем расти. И регулярно или по мере возникновения озабоченности какой-то посещаем? Регулярно, но если возникают какие-то вопросы, лучше задать их доктору, не искать ответ у других источников, которые могут быть некомпетентны. Ну так-то со стороны взрослых это все понятно, а вспомнить детство, поход к стоматологу – это уже кошмар. Сейчас можно со стоматологом дружить. У нас есть дети, которые бегут в клинику, хлопают в ладоши и говорят «Ура, мне наконец-то будут удалять зуб». Вот вы не поверите, бывает и так. Бывает «Ура, наконец-то я приду к своему любимому доктору». Или, например, дети идут иногда и говорят «Я сегодня прям спрошу у своего доктора, а хорошо ли я почистил зубы?» То есть они хотят услышать похвалу, что у них хорошо. Дети хотят быть успешными. Это важно. Они хотят быть успешными. Они хотят быть красивыми. И если, например, все хорошо у ребенка, и стоматолог ему об этом скажет, как вы думаете, как это повлияет на самооценку ребенка? Думаю, она поднимется, конечно. Вот. А хочется ребенку повторить это? Хочется. И сейчас есть возможность такая. И дети сейчас, вот те, кто действительно регулярно ходит к врачу, решив уже все проблемы или, наоборот, не допустив возникновения этих проблем, они способны подружиться с доктором? Ну, очевидно, врачи, кроме каких-то самых лучших человеческих качеств, доброты, понимания маленького человека проявляют. Но, кроме этого, наверное, есть какие-то методы, которые позволяют все это делать без боли. Современная стоматология и вообще медицинская наука современная, она достаточно широко сейчас развита, она очень хорошо шагнула вперед, и возможности у врачей именно для лечения диагностики достаточно широки. У вас, Тарик, какие есть методы такие безболезненные? Во-первых, мы стараемся все болезненные манипуляции, которые могут быть, делать с обезболиванием. Это однозначно. Мы стараемся не делать против воли ребенка, потому что ребенок – это личность, которую нужно уважать. Поэтому, если ребенка опять человек держит, и ребенок при этом возражает, это неправильно, на мой взгляд. Поэтому нужно постараться с ребенком договориться. Иногда не получается договориться в силу разных обстоятельств. В этом случае для того, чтобы ребенку все-таки помочь, есть другие средства. Например, у нас есть отделение анестезиологии, которое тоже своими методами может помочь решить проблемы ребенка. Вот, кстати, про пять человек у вас на сайте есть фотографии, где пять специалистов работают с одним маленьким пациентом. То есть коллегиально целая бригада может заняться ребенком конкретно. Мы стараемся с коллегами всегда вместе решать проблемы, если там есть о чем посоветоваться, например, со своими коллегами. Потому что у одного ребенка могут быть проблемы, которыми занимаются разные специалисты. Это первое. Второе. Если мы говорим, например, про лечение в условиях общего обезболивания, это лечение во сне, там действительно работает бригада из пяти человек. Потому что у каждого своя роль, есть четкие протоколы, и каждый выполняет свои функции. Ну и понятно, что решается при этом любой круг проблем и травм, с которыми можно обратиться в клинику ТАРИ. Разные патологии, и с мальчишками, с ребятишками, не дай бог, конечно, но всякое происходит. Дети иногда действительно, бывает, нам такие сюрпризы преподносят. Мы стараемся, конечно, решить большую часть проблем, которые к нам обращаются. Но есть некоторые патологии, которые должны решаться в условиях другого лечебного учреждения, где есть круглосуточное пребывание, так называемые стационары. Часть какая-то медицинских задач должна решаться именно там. Но большую часть проблем тоже можно решить в поликлинике ТАРИ. Достаточно много. Виробиджанцев принимаете? Конечно. Как можно записаться к вам на прием, оказаться у вас на сайте, что-то заполнить, форму? Любым удобным способом. Можно заявку на сайте оставить, можно позвонить в колл-центр и договориться о приеме. Можно написать на наш бизнес в WhatsApp, и с вами свяжется администратор, вас запишет. Хорошо, спасибо большое за очень интересную познавательную беседу. Успехов вам в работе и здоровья вашим пациентам, большим и маленьким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»